всем привет сегодня у нас будет очередной обзор на локацию с героями 1212 которая у меня тоже прокачана уже на максималку это будет у нас потерянное измерение вот она здесь у нас есть вольт шапка леди лео заклинательница ведьма морозница и душегуб кого с этих героев я бы вам так сейчас расскажу вкратце кого стоит качать в первую очередь ну естественно если у вас не пройдены подземки у вас есть лишние кулаки это шапка маг духа на подземках просто решают начиная там с 11 скилла 11 и 12 там разница очень большая леди лео для пвп локаций совсем другой герой получается две зоны станов то есть получается вокруг этих двух зон сразу же идет оглушение очень кайфово смотрится во всех пвп локациях ну и на других локациях даже на подземках можно применять заклинательница меняется скилл у самого духа но честно говоря особо разницы нет вольт если вы его используете есть смысл если нет как я качать его смысла нет заклинательница однозначно нет но я на нее сделаю вам обзор душегуб тоже давайте посмотрим по очередности героев что у кого там изменилось так заклинательница на десятом скилле урон равный 450 от атаки 4 цели повышает атаку духа на 160 скорость атаки на сто процентов так присоединяется ну тут в принципе 100 целей восстанавливает себе здоровье размере 35 процентов от нанесенного урона дает заклинательница иллюзорность на одиннадцатом скилле у нас как видите урон не растет у самой заклинательности растет количество целей уже не 4 опять увеличивается атака духа на десять процентов также увеличивается скорость атаки на сто процентов то есть у него уже атака двести процентов это очень заметно но 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 честно говоря особо я его в подземках тестил вообще не понравилось далеко все таки до анубиса зачищает юнитов до видели как я на битве кили и бегаю в принципе возможно но все остальное дофиг не на окно дальше все как видите по стандарту ну и на одиннадцатом скилле у нее растет атака сразу плюс сорок процентов 5 целей плюс 10 процентов атака духа уже 180 процентов скорость атаки не меняется больше изменений нет по сути прокачивает на 11 12 даже смысла нет в духе вы как бы разницы не увидите эти пишутся 200 процентов да он быстрее бьет но это не особо влияет на игровой процесс так дальше у нас кто там идет вальдор вот его есть смысл на десятки бьет три раза пять случайных целей в течение двух секунд на себя урон 720 процентов от атаки ослепление на полтора секунды получает иммунитет корона от атаки увеличивает шанс критической таки на 96 процентов на 4 секунды на одиннадцатом у него добавляется уже одна цель у него растет атака плюс 30 увеличивается на одну десятую ослепление и в принципе все и на двенадцатом у него увеличивается ослепление еще плюс 10 десятых секунды также увеличивается урон плюс 40 процентов и все но у разница очень заметно особенно если он у вас будет там с богом войны с бастионом разницу вы сразу увидите есть смысл качать если вы его действительно будете где-то использовать но я пока его только одна архидема не использую с уроном по зоне так дальше вот самый самый топовый как по мне это вот беде лео сразу на одиннадцатом скид на одиннадцатом уровне у вас добавляется вторая цель которая вокруг которой будут получать оглушение в течение 0 5 секунд то есть реально очень очень круто смотрится это все тут уже плюс 10 десятых секунд и плюс урона у вас растет плюс 20 процентов на двенадцатом на двенадцатом есть смысл качать очень кайфово смотрится она была у меня ремочная поставил бога войны и не жалею герой получился очень кайфово так кто там у нас еще такой есть в этой локации шапка у шапки все просто плюс 20 процентов урона плюс одна цель также восстановили 6 процентов здоровья эта фигня 6 процентов здоровья реально очень мало и она работает только со скилла не с удара рукой поэтому особо прибавки не будет но и тут 430 13 цели еще плюс одна цель и 9 процентов но вот именно эти проценты 430 и 13 целей дают очень большую разницу в прокачке между десяткой и двенадцаткой вот и и если у вас подземки не пройдены и либо на будущее есть смысл качать реально очень большой урон так но и душегуб вот он наш душегуб на десятке урон равный 170 процентов случайная цель снижая на и на 42 имеет стройную стройную реанимацию пятого уровня быстрое восстановление на одиннадцатом плюс 10 процентов плюс 2 2 энергии это вообще никак не влияет вообще ничего не изменит и на двенадцатом еще плюс 10 процентов еще плюс 3 энергии сути этих 5 энергии они вообще ничего не решают скажем так единственное что будут решать это его атрибуты которые растут там добавляется уклонение поэтому это будет очень большой плюс так и ведьма морозница ее мы прокачаем сделаем на нее тоже обзорчик так на десятке 350 снижает скорость атаки и движение на 29 процентов в течение 6 секунд увеличивается плюс 30 процентов урон а тут он ничего не не делает плюс 3 процента скорость атаки и движение на 6 секунд это уже получше но и тут наносит урон цели уже 410 еще плюс 30 процентов и плюс 2 процента он по сути этот герой нигде не используется по крайней мере но и его там особо заморачиваться над ним тоже нет а ты просто гарнизонный герой так ну а теперь давайте посмотрим сюда таблеточку вынесу на все герои в по отдельности что они у нас могут делать так вот такая вот шапка заряженная будет у нас не буду там особо и одевать надеюсь мы на базы со стрелком не попадем на то не точно это как обычно сейчас сейчас наверное практически там очень маленький процент чтобы база была без стрелка так вот она есть пускаем шапочку конечно лучше было бы и воодушевление думаю вы все видели подземки с участием шапки как видите уронов очень много у нее смотрим так ну сейчас секундочку перезайду поставлю настройки чтобы вы видели так есть так вроде нормально стрелка не вижу как видите ваншотит с одного удара там атрибуты еще повысились это герой без колдауна с валькой очень много сносит но сейчас посмотрим смотрите внимательно если там будет отхил не знаю вот там плюс 6000 мы отхилили всего это ну урон вы сами видели в принципе выражаясь плюшки снесли качать реально на подземки смысл плюс валентина 12 уровня там просто супер связочка получается так тут есть стрелок жалко так ну вроде нету никого давайте попробуем давайте попробуем отсюда запустим посмотрим нету есть конечно же ладно шапка я вам принципе показал давайте следующего героя посмотрим леди левого она у меня практически всегда собрана потому что много где теперь использую смотрите на урон видите две зоны одна зоны одна зона вверху получилось одна зона по героям вот опять две зоны как видите урона дофига потому что на ней бог войны стоит плюс встроенный бастион вот так вот герой дальник реально очень кайфово смотрится так тыковка сейчас нам поможет думаю вот таковка никаких проблем не составляет но это пока сейчас она конечно нас я не слила не смогла на держимой тут разброс не дали очень находя использую реально кайфово смотрите по центру героя просто пропали две зоны это совсем другой герой совсем по-другому себя показывает 52 процента уже ну что череп сейчас нас убьет да череп сейчас нас убьет ну как видите урона очень много так уберу у нее руны сейчас поставим следующего героя заклинательница да печально 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 уже некуда девать 5 руны скоро будем их сливать так давайте психо щит сюда поставим так ищем расстановочку желательно с юнитами вот расстановка с юнитами выпускаем сразу ее вот видите пять целей ударила вот дух как видите очень быстро да он быстро бьет но урона у него честно говоря не особо много это не анубис далеко еще духу до анубиса по урону никак не может конкурировать слить юнитов да вот видите вот включилась насколько он быстрее начал бить юнитов им сливать конечно за счастье но опять же так есть на подземках вместе с анубисом мне они в связке не понравились лучше кого то баффера вместо него поставить так вот она пять целей ударила он сразу уже под разгоном получается под ее баффом ну как видите еще плюс одна цель но не очень так поехали дальше вальдор давайте вот этого вальдор возьмем так поставим сюда берс а на вольта поставим ремочку так потеряли одну пятерку не понял а на потом посмотрю где и оставил так 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 поехали смотреть на вальдор 6 целей тут конечно он сливаться может вот смотрите вот себе просто минус 0 на отражалке сразу же причем в минус и вальдор а вот как ну У нас остался там только стрелок немножко, который у нас будет энергию снимать. Ну, то есть, есть смысл качать, если вы его используете, конечно, он офигенный. Ну, вот он убился об отражалку и обратно уже. То есть, в этом его, скажем так, минус. Так, а ну-ка, странно, на ком мы ремку оставили. Вот она. Так, вольт есть. Так, ну, вроде все. Душек еще, еще душик. Ну, душик, как бы, разница только в атрибутах, там, я уже, как я говорил, этих пять энергий. Они вам никакой роли не сыграют, абсолютно. Чисто так, чисто для себя, ради интереса. Так, давайте вот такого вот возьмем. Да, он там будет немножко, немножко там на какую-то, каких-то 2% лучше уворачиваться. То это не факт. Ну, и, в принципе, все. Немножко больше жизни, пять энергий. Урон его абсолютно ничего не изменит. Ну, как видите, сейчас его просто ушатают. Конечно, стоит по лучшей жизни, по большему. Но вливать в него кулаки не советую. Потом, в дальнейшем, когда у вас будет, как у меня, 999, и вам уже кулаки не будут просто давать. Они будут у вас пропадать тогда. Тогда можете качать. А так, есть интересные герои, я думаю, вам показал. Вы сами уже себе определитесь, кого стоит качать и прокачаете их. И об этом не будете жалеть. Потому что не у всех есть возможность прокачивать все герои, а во все хотят посмотреть и знать, стоит ли этого героя качать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.